В 2008 году, когда начался конфликт в Южной Осетии, когда грузинские войска обстреляли мирный Цхинвал и базу российских миротворцев, убив при этом десятки людей, в том числе российских граждан, иностранные медиагиганты вышли с заголовками «Россия напала на Грузию». Лично для меня это был шок, я не понимал, что происходит, потому что если Россия напала на Грузию, то почему в Цхинвале были грузинские танки, а не наши войска? Выходит, эти СМИ просто лгали? Лгали всему миру? Конечно, ведь спустя год, когда вышел доклад Международной комиссии, созванной ЕС, где Грузия была признана инициатором той войны, никто из западных СМИ, которые до этого обвиняли Россию, не счел нужным опубликовать опровержение. Думаете, эти медиа изменили стандарты своей работы? Как бы не так. Они стали опытнее, опаснее, кровожаднее. Давайте разберемся на примере CNN. Уж сколько раз я касался этой темы, она у меня вот тут, но, извините, придется снова. Да, я про всеобщую мобилизацию, которую Путин якобы должен был объявить на День Победы 9 мая. Этот бред распространился по соцсетям настолько широко, что некоторые люди всерьез уехали из страны, а зумеры запустили петицию на Change.org с призывом отменить всеобщую мобилизацию. А ведь начался весь этот цирк, именно с CNN и с их статьи, которая так и незатейливо называется. Путин вскоре может официально объявить войну Украине, говорят американские и западные чиновники. Вот там-то и приводится цитата, что Путин якобы объявит 9 мая войну Украине, а заодно и всеобщую мобилизацию в России. А что, очень удобно. Приводишь мнение третьего человека о мобилизации, а CNN вроде как и ни при чем. Но, как правило, это даже и объяснять-то никому не приходится, потому что большое количество людей вообще не читает новости дальше заголовков, наивно полагая, что заголовок соответствует содержанию статьи. А это вообще не так. С 9 мая получилось так же, но когда день прошел, а мобилизации так и не было, нужно же было как-то отвлечь людей от случившегося факапа. И вот тогда на сцену выходит невероятный эксклюзив от CNN. Русские солдаты расстреляли мирных мужчин под Киевом. Видео шокирующее, ведь там запечатлена реальная смерть двух ни в чем не повинных людей. Но его надо показать и о нем надо рассказать, чтобы было понимание проблемы. Итак, что же нам показывает CNN? 16 марта к зданию веломагазина подъезжает белый гражданский минивэн, на его бортах огромные буквы В и надпись «Танковый спецназ РУС». Из машины высаживаются несколько вооруженных людей, часть из них в российской военной форме. Они осматривают территорию, навстречу к ним выходят охранники магазина. Солдаты и охранники коротко переговариваются о чем-то через забор, куртки охранников досматривают, после чего отпускают. Но стоило мужчинам пройти всего несколько метров, как внезапно вооруженные люди расстреливают их со спины. Одному из охранников, 68-летнему Леониду Плятсу, удалось выжить. Он получил ранение в ногу. Он встал и дохромал до своей сторожки, откуда вызвал помощь. Все это время в автосалоне куражились убийцы, пили колу с найденным виски и лутали кабинет директора. Их лица попали на камеру. Помощь к раненому охраннику в итоге приехала, это были солдаты ВСУ. Но к тому моменту и Леонид уже скачался от потери крови, и его убийцы скрылись. Казалось бы, все очевидно. Факт налицо. Ужасное военное преступление, совершенное русскими солдатами. Но, не забывайте, это СНН. Что не так с этой историей? Вообще в ней куча, огромная масса странностей. Начнем мы хотя бы с даты. Все произошло еще 16 марта. Уже в конце марта российские войска покинули те территории под Киевом. Но видео было опубликовано только 12 мая. И только у СНН. Хотя еще в апреле про эту историю написал на пикабу один из пользователей. И более того, приложил фото того самого автомобиля с надписью «Танковый спецназ». Вообще, самый первый мой вопрос после просмотра ролика СНН был, что такое танковый спецназ? Не существует такого. И зачем приписывать к нему рус на латинице? Это чтобы иностранные пользователи точно не перепутали, что русские едут? Кроме того, на видео СНН показано, что машина зарулила со стороны Киева. Это я уже придираюсь. Вообще, на кадрах с так называемым «Танковым спецназом» бойца одеты кто во что гораст. Двое в полугражданской одежде и лишь двое-трое вроде как похожи действительно на российских солдат. Важный момент. СНН постоянно меняет размер кадра, из-за чего обрезается дата и время съемки. Вообще, дата и время показаны только на двух камерах. Это камера из будки охраны и камера с улицы, где расстреляли мужчин. Но и тут тоже есть вопросы, потому что камера из будки охраны показывает субботу. А видео с камерой с улицы обрезано так, что показана только буковка «I», то есть «Fry», «Friday», «Пятница». Никого, конечно, не удивишь с битыми настройками на камерах, но, во-первых, на большинстве кадров даты и время вообще отсутствуют. А во-вторых, посмотрите на положение теней на земле. Между первым контактом вооруженных людей и охранников и расстрелом последних прошло, вероятно, более часа. Как и около часа лежал на земле раненый Леонид Пляц, прежде чем встать. Пожалуй, пропущу еще целый ряд мелких странностей и перейду сразу к одной из самых главных. Видео разграбления офиса российскими солдатами. А вот откуда мы вообще знаем, что показанный офис находится именно там? Или то, что люди, которые расстреляли охранников, это те же самые люди, что и показаны на видео из офиса? CNN сами же обрезали все даты. Более того, позднее журналисты британского BBC побывали на месте трагедии и сняли видео около той самой сторожки, где умер Леонид Пляц, но почему-то не пошли снимать в разграбленный офис. Нам предлагается верить CNN на слово и нашим эмоциям, которые вызваны их неумелым монтажом. А что за люди на этих кадрах бухают? Я не стану повторять, что они одеты как попало. Один из вояк и вовсе нацепил на себя бронежилет 6Б-23, который в российских войсках не используется с 2013 года. А еще почему-то CNN не опубликовали в своем эксклюзиве кадры, где отчетливо видно лицо одного из мародеров. Кадры с ним разместили уже позднее BBC. Позже в сети появилась информация, якобы это некий российский военнослужащий из Забайкалья Дмитрий Лапшаков. Ну, вроде есть сходство. Но есть и контраргумент, потому что точно так же нашли сходство между другим бойцом и уроженцем Киева Олегом Федосеевым. И тоже вроде сходство есть. И кому верить тогда будем? Давайте подведем итог. Выходит, что супер приметный гражданский автомобиль с очень странной надписью на борту разъезжает без всякого прикрытия по передовой и останавливается, чтобы разграбить магазин. Бойцы расстреливают безоружных охранников и отправляются грабить и бухать на передовой. В это самое время на помощь раненому охраннику спешат в ВСУ и приезжают. Но спасти его не успевают, а убийц не находят. Или они даже не хотели их искать. Может они просто увидели надпись «Танковый спецназ» на машине? Да ну его сталкиваться со спецназом-то. Вот этим CNN кормит своих зрителей каждый день. А СМИ поменьше, похуже или прямо работающие против России просто берут этот материал и распространяют, распространяют. Не дайте себя обмануть. Не ведитесь на громкие заголовки. И даже если они привлекли ваше внимание, тогда обязательно ознакомьтесь с материалом целиком. А еще лучше сравните, как описывают эту ситуацию разные ресурсы. Насторожитесь, если материал вызывает у вас бурю эмоций. Когда эмоции берут вверх, разум отключается. Так вас легче обмануть. Хотите вы этого или нет, но ваш разум – это тоже поле битвы. Берегите себя.